Ребята, как вы знаете, все про Magento, поэтому если у вас есть вопросы про Magento, пользуйтесь случаем, спрашивайте. Это ваш шанс. В остальном, опять же, мы старались сделать довольно интересную и насыщенную программу. Спрашивайте, задавайте вопросы, наслаждайтесь общением. Это все сделано для вас, в принципе. Спасибо большое, что пришли. Добро пожаловать. Игорь, ваше слово. Я долго думал, что себя написать, потому что Magento архитектор, Magento евангелист, Magento еще что-то. И я написал Magento комьюнити, потому что мы с вами здесь все Magento комьюнити, люди, которые работают в Magento, люди, которые работают с Magento, люди, которые просто пришли сюда. Все мы так или иначе Magento комьюнити. И Magento комьюнити это что-то то, где все равны. Соответственно, просто как бы... Я один из вас. Мы об этом, собственно, и поговорим. Тема доклада будет называться Magento комьюнити инжиниринг. И мы поговорим, что такое комьюнити и как мы его инжинирим, собственно. Да, это я. Инновации и технологии проникают в нашу жизнь. Это слайд, собственно, на Magento второй. Она пришла, она есть. И это неизбежность, нравится она вам или нет. Я думаю, что на самом деле, если вы здесь, то, скорее всего, она вам нравится. Но, так или иначе, у нас нет другого выбора, кроме Magento второй. Мы уже огласили End of Life о Magento первой. Мы его немножко продлили. Но, так или иначе, уже понятно сейчас, что будущее за Magento 2. Будущее за Magento 2.2, будущее за Magento 2.3, будущее за последующими Magento релизами, которые выйдут. И, собственно, это есть неизбежность. Когда есть что-то, с чем мы не можем бороться, ну, то есть, мы можем только адаптироваться к этому. Есть хорошая фраза Чарльза Дарвина по поводу того, что главным средством эволюции была адаптация. И вот здесь как раз пример того хамелеона, который может адаптироваться то что угодно. Поэтому, мы сейчас живем, ну, и мы с вами, наша профессия, так или иначе, она очень сильно сопряжена с новыми изменениями технологий, с изменениями стека технологий, с изменениями рынков и так далее. Соответственно, все, что мы можем делать, это адаптироваться. Поэтому, даже если вы сейчас на Magento 1, то есть, вопрос, которым вы можете задаваться, это, когда мигрироваться на Magento 2, а не мигрироваться ли вообще на Magento 2. Поэтому, адаптация. Лучшие программисты. Так получилось. Когда мы последний раз, главный, главный директор Сия Magento, непосредственно, Марк Лавель был в нашем офисе, он сказал, в общем-то, простую вещь, которая на самом деле понятна всем. Он сказал, что лучшие в Magento 2 программисты работают в этом офисе. И на самом деле это не наша заслуга, и это не ваша проблема, в том, что лучшие в Magento 2 программисты работают в этом офисе. Скорее, как раз это наша недоработка. И то, что мы хотим сделать, в принципе, наша стратегическая задача, чтобы лучшие в Magento 2 программисты, они работали везде. И чтобы мы получали знания от них, чтобы мы общались с ними, чтобы лучшие в Magento 2 программисты работали на разных Magento проектах. Потому что, когда лучшие в Magento 2 программисты заняты исключительно тем, что они пишут корс системы, система закрывается в себе, система не получает новых знаний, система перестает развиваться. Поэтому многие наши изменения, в частности, организационные изменения сейчас, они связаны с тем, чтобы лучших в Magento 2 программистов стало много, и чтобы они были везде. Это такое, знаете, размножение почкованием, наверное, можно так это назвать. У нас был один из, точнее, не был, есть один специалист, который очень любит биологические термины, вот как раз, наверное, это вот оттуда. Писать код для Magento 2 можно по-разному. И на самом деле для Magento 1 тоже можно было писать код по-разному. И я думаю, что кто, как не вы, знаете. Это, вот, и мы тоже это знаем. Особенно, там, те ребята, которые процессят пулл-реквесты на гитхабе. Вот, мы знаем, что Magento 2, тем более, знаете, как Magento 2, с одной стороны, в некоторых вещах она достаточно догматичная, и она как бы как религия, но с другой стороны, она, опять же, адаптируется. Она адаптируется под комьюнити, она адаптируется под требования комьюнити, просьбы, мольбы, вот, но мы адаптируемся. Соответственно, когда мы начали работать больше с комьюнити, в частности, и смотреть, как люди пишут на Magento 2, потому что, знаете, вы когда пишете систему, вы никогда не знаете, как люди будут ей пользоваться. Ну, то есть, вы всегда это предполагаете. Есть целые подходы о, там, Defensive Программировании, или Poco Yoko, это сейчас очень популярно называют, когда система, она создана таким образом, error-prone-система, что, ну, она на основе своего дизайна, она создана таким образом, что вы ее не поломаете. Опять же, да, как интерфейс витой пары, который заходит в вас сети, RY45, то есть, все просто. Но мы видим, что системы пользуются по-разному. И на самом деле, мы видим, что есть достаточно много людей, которые приходят, естественно, с Magento 1. Magento 1 все-таки был абсолютно другим программным продуктом. Но люди, которые приходят с Magento 1, они приносят практики, которыми они пользовались на проектах Magento 1. Зачастую эти практики, они неприменимы на Magento 2. И сам процесс переучивания, он, ну, он есть. То есть, для кого-то он сложный, для кого-то несложный, но он есть. Соответственно, сегодня я расскажу вам, в частности, еще про комьюнити инжиниринг команду, и чем она занимается, и вообще, как это все происходит. Комьюнити инжиниринг команда формировалась в феврале этого года. Она как раз... Ее основная задача была улучшить процесс коммуникации комьюнити непосредственно с хором, стать неким бриджом. Вот. И мы начали обрабатывать pull-requests. Это то, с чего мы, собственно, начали. Мы начали обрабатывать огромную пачку pull-requests, которые были не обработаны, их было порядка 300 открытых, наверное, больше. И вот мы их обрабатывали. И мы очень много закрывали или просили доделать, потому что мы видели, что многие pull-requests не соответствуют нашим практикам, нашим требованиям. И на самом деле просить людей соответствовать наших практикам было тяжело, потому что эти все практики были закрыты. То есть у нас есть достаточно много документации, которые являются внутренней, но мы ее не шарим. Соответственно, когда мы говорим людям, вот так мы не делаем, они просили нас рассказать, как мы делаем, но в каждом трейде по pull-requests мы фактически вставляли какие-то, начинали делать копипасты из внутренней документации, это было все очень сложно. Мы, в общем, решили начать идти в сторону большей открытости. Мы еще поговорим по поводу опенсорса сегодня, ну, то есть я поговорю. Мы начали, в частности, устраивать Magento Contribution День, да, Magento инженеры, архитекторы приезжали на какой-то ивент, обычно это был нулевой день перед mid-Magento что-то, вот, и мы программировались с ребятами из комьюнити, мы брали backlog Magento 2, мы брали открытые pull-requests, и которые были, мы брали GitHub issues, которые были открыты, и пытались их фиксить вместе с комьюнити. Получается, мы были по-разному. В некоторых локациях, в некоторых конференциях мы приходили сталкивать с ребятами, которым было тяжело установить Magento, но в некоторых приходили ребятам, которые были серьезные проблемы, проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день, и проблемы, которые они хотели решить с помощью нас. Вот, и это было круто. Ну, то есть вот здесь вы видите как раз Magento Contribution Day, который проходил в Нидерландах, и в рамках этого Contribution дня мы сделали, по-моему, порядка 10 pull-requests, которые мы в итоге приняли в Core. Вот, собственно, фотография с последнего Contribution дня, который прошел в Лондоне. То есть, работая с инженерами из комьюнити, мы получаем фактически win-win. С одной стороны, мы учим людей программирования на Magento 2, с другой стороны, люди делают фиксы Magento, и они представляют код Magento 2. Такой себе win-win. Симбиоз комьюнити, симбиоз Core. Это то, чего, на самом деле, очень долгое время не хватало сама Magento. Потому что мы все время говорили, что Magento 1 еще это open-source. Но на самом деле ни Magento 1, ни Magento 2 долгое время не была open-source системой, в широком понимании слова open-source. Это была система, сорцы которой можно было легко скачать в интернете. Слово open-source подразумевает то, что если ты уже построил дверь для комьюнити, то ты готов принимать через эту дверь гостей. И вот мы очень долго этого не делали. Соответственно, мы начали организовать эти ивенты. Помимо этих ивентов, мы начали проводить еще другие активности, для которых я вам расскажу чуть позже. Здесь, это слайд с самым большим количеством текста. Вы на самом деле можете его не читать, я вам расскажу. Это отзыв, который написал парень после одного из хакатонов, непосредственно перед имейджином. Хакатон, который шел в день. Он в итоге поделился в себе в блоге впечатления. Где он написал фактически, что после хакатона, он понял, почему люди иногда из комьюнити ожидают от самой Маджента, от корс-системы большего. Ну то есть, некоторые блеймят нас в том, что мы достаточно медленны. Не всегда выпускаем быстрое обновление. Не всегда выпускаем быстро фиксы багов и так далее. Но нужно и просто, когда обычно так пишут программисты, они всегда сравнивают со своей велосити. Велосити в той команде, с которой они работают на своем проекте. Велосити той компании, где они работают и так далее. Но они обычно всегда люди, не учитывая то, что они кастомизаторы и они могут себе позволить иногда использовать, ну там где-то закрыв глаза, не самые лучшие практики и поломать какие-то кастомизации. Мы этого не можем позволить. И в частности, этот человек как раз написал о том, что он не подразумевал, какие большие требования у нас есть с точки зрения backward compatibility, насколько мы не можем ломать существующий хор, по поводу модуль-лайдити и так далее. И то, на что обычно он закрывает глаза в своих проектах, все это неприменимо в хор. То есть, такие проекты, когда работаем, с одной стороны мы, как хор-программисты, а с другой стороны представители комьюнити, на самом деле очень хорошо дает понять нам, со своей стороны, как работаете вы с вашими бизнесами, какие у вас процессы. С другой стороны, это дает понять вам, какие процессы у нас. Опять же, это вин-вин. И это хорошо. На самом деле, комьюнити весело с ними работать. Вот забавный парень из комьюнити, после получения ворда прыгнул в бассейн, например. Тоже после одного из ивентов. Вы его еще сегодня увидите. Опять же, он спрашивал об этом в комьюнити, стоит ему прыгать или нет. Ну, нерешительный. Собственно, что мы решили сделать еще? То есть, ивенты ивентами, но на одном ивенте соберется 5 человек, 7, на некоторых 10, на некоторых 50. Все-таки в Мадженте комьюнити мы считаем, что по разному цену больше 200 тысяч программистов сейчас. И мы решили открывать нашу документацию, всю, которая у нас есть. Ну, то есть, всю ту, которую мы считаем важной. Это, наверное, самый главный документ, который у нас есть, который мы зашарили перед Imagine в этом году. Это Technical Guidelines, в котором описаны все постулаты, если так можно сказать, Мадженте 2 программирования. То есть, если вы начали программировать на Мадженте 2, если еще не начали, вы можете, на самом деле, начать знакомство с Мадженте 2 с этого документа, потому что в него вложены просто, я не побоюсь этого слова, наверное, тысячи часов работы архитекторов, потому что мы создавали этот композитный документ, наверное, в течение полутора лет. Мы написали другие документы, которые мы начали решать, по поводу версионирования, по поводу того, как мы пишем, что для нас есть сервис лейер, что для нас есть API, что такое SPI, то есть, некоторые термины, которыми мы достаточно свободно оперируем внутри компании, например, что такое SPI интерфейсы, зачастую очень тяжело объяснить комьюнити. А как раз, ну то есть, задача терминов, например, в частности, паттернов проектирования, она такая, что она должна упрощать коммуникацию между людьми. Когда вы, например, говорите просто другому человеку, что вы используете паттерн билдер, он же сразу понимает, какой приблизительно код вы используете. И вы не говорите, у меня есть класс, у которого есть сеттерные методы, потом, который есть метод билд, и так далее. То есть, это очень, термины, они упрощают коммуникацию. У нас не всегда термины упрощают коммуникацию, потому что у нас есть внутренние термины, и эти внутренние термины всегда помогают. Поэтому, в частности, в этой статье мы описываем термин, который мы часто очень используем по поводу разделения и сегрегации интерфейса между API и SPI. Мы опубликовали наш Backward Compatibility Guide, и это, на самом деле, сильно помогло нам сократить количество ненужной коммуникации во время ревью пулу и квестов, которые приходят, которые создают комьюнити, которые предлагают, чтобы Маджента взяла к себе в кору. Потому что, потому что, наконец, люди начали понимать, вернее, не это место люди начали понимать, а наконец-то мы рассказали, почему мы не можем принимать какие-то изменения, как изменение контрактов существующих классов и так далее. Потому что, с одной стороны, для вашего проекта это будет хорошо, но это поломает кучу существующих инсталляций. И что? Да, есть еще такая штука. Она как бы не очень известная, но такой маленький стартап называется Twitter. Очень важно. Есть хэштег RealMagento. Кстати, на самом деле, не очень многие знают, особенно Magento Core программисты, потому что Magento Core программисты не больше заняты программированием, чем общением. Ну, я бы так хотел думать, на самом деле. Но, поэтому, и те, кто начинают пользоваться, они обычно пользуются стандартными хэштегами типа Magento, Magento 2, хэштегами, которые все уже, как сказать, заполонили, заполонили коммерческим хламом, и вы не всегда увидите что-то интересное. Когда вы пишете RealMagento, вы уже увидите более-менее таких же, как вы, людей из комьюнити, которые пишут. Вот здесь как раз чувак пишет, что готов запилить модуль, если вы предложите ему кем. То есть, здесь как раз общаются люди, которые из комьюнити, которые такие же, как вы. Кстати, хэштег сегодняшнего ивента DR2SHARE Magento. Поэтому, если вы хотите написать что-то, ну, в частности, про меня, например, сказать, что чувак съел вашего полчаса свободного времени, вы можете написать это с хэштегом DR2SHARE, и меня, может быть, уволят. Что мы еще сделали? Мы запустили девелопер-блог, где мы начинаем писать, в частности, основная идея девелопер-блога, мы начинаем спрашивать вашего мнения, как люди из комьюнити, то есть, как строится Magento? Вы же никогда, наверное, не представляли, какие процессы, насколько они сложны в Magento для того, чтобы делать ту или иную архитектурную изменение. Я вам сейчас расскажу. Проблема состоит в том, что если мы будем делать какие-то изменения, в частности, в API постепенно, то в какой-то момент, не видя конечной цели, мы будем потихоньку ломать, знаете, как это, будем потихоньку купировать собаки хвост по миллиметру, будем по чуть-чуть ее отрезать, и это будет, на самом деле, больно для людей, которые мигрируются на каждую новую версию, потому что им будет все время больно, ну, то есть, это будет все равно Backward Encompatible, они хоть и маленькие изменения, но Backward Encompatible. Вот, то есть, им надо будет менять свой код. Соответственно, если уже делать Backward Encompatible изменения, то такие, чтобы они были всего один раз. То есть, мы как бы, когда мы меняем контракты, мы всегда думаем о том, насколько сильно мы кого-то поломаем и насколько более это причинит человеку, которого мы поломаем. Соответственно, нам накладывают дополнительные требования с точки зрения дизайна, и дизайн у нас есть такое понятие, такое понятие, как Ideal Vision или Desire State, куда мы идем. То есть, если я хочу, например, изменить какие-то интерфейсы, скажем, в продукты, в интерфейсе продукты или в интерфейсе категории, то человек, который хочет предложить эти изменения, должен предложить описать фактически более полную систему и как эти изменения и вообще, какой будет environment вокруг вот этих всех изменений. Соответственно, он должен предложить документ, который имеет определенные форматы. Формат называется дизайн документ, после этого он должен его принести на архитектурный совет. Совет старейшин прочитает этот документ, будет определенная дискуссия, может быть, этого человека попросит еще его доработать, может быть, нет. И после этого, после долгих каких-то мытья и катания документ утверждается и ему утверждают какое-то изменение. В частности, мы хотим ускорить эти процессы таким образом, чтобы мы показывали эти дизайн документы вам. Кстати, девелопер-блог это одно из тех мест, где мы на каком-то этапе показываем наши идеи, то, что мы называем high-level дизайн для комьюнити, чтобы получить какие-то ранние фидбэки. Тут совсем недавно, например, на этом блоге была интересная статья по поводу декларативных сетапов, где мы предлагаем о том, что, в принципе, было бы неплохо поменять сетап-схему на декларативную и сделать ее из PHP на декларативную. Сережа Коваленко писал, и думаю, он может поднять руку. Наверное, вот здесь. Поэтому мы здесь пишем, вы здесь можете всегда ответить нам и сказать ваше решение. Потому что на самом деле действительно ваше решение может повлиять на дизайн всего компонента или в котором мы работаем. Мы даже пишем на Хаббр. То есть у нас появился свой хаб на Хаббре, мы пишем статьи о Magento на русском, так как на русском. Хаббр русскоязычная комьюнити у нас достаточно много, но в основном дев-программистов из русской или украинноязычного комьюнити. Мы пишем на статьи на Хаббр, мы их решарим на Доу, поэтому мы не только ориентируемся на англоязычное комьюнити. Есть статьи, вы можете читать. Буквально вчера там тоже выходила статья. Теперь интересная штука. У нас произошел определенный ребрендинг. Есть слагбот, его опять же написали чуваки из комьюнити, он такой веселый. И слагбот, он знает, что мы сделали ребрендинг. Поэтому, если вы спросите, например, Magento Community Edition, он скажет, что мы уже Magento Open Source. И Magento Enterprise Edition это уже Magento Commerce. И основная идея, как раз я начал свой доклад с того, что я говорил, что мы не были Open Source системой, мы были системой, где можно было просто... системой, сорцы, которую можно скачать в интернете. Вот мы хотим быть Open Source, в широком понимании этого слова. И опять же, как мы это хотим делать? Это слайд с Main Stage'а на Magento Life UK, где мы говорили о том, что за эти полгода, то есть февраля месяца до начала июля, мы отпроцесили больше чем 800 публичных пул-реквестов, которые были поставлены в Core Magento второй. Из них больше чем 450 мы в бирже. За это время, например, на самом деле статистика изменилась, и мы закрыли по сегодняшний день с 1 февраля 868 пул-реквестов, из них в бирже 519. За весь прошлый год мы в бирже всего 179. И очень важно последняя строка процесс by community. То есть у нас сейчас уже есть люди, которые не работают в Magento, которые мы наделили правами, процессят наши пул-реквесты и мерзят их. То есть сейчас community поставляет пул-реквесты, это наш идеальный вижен, community их процессит, community их мерзит. Мы получаем плюс. Ну, я это не говорю. Больше 50 пул-реквестов было про процесс на комьюнити, что очень важно. Вы можете влиять, ну, вы видели, да, у нас есть большое количество issues. Я не буду говорить, какое оно там на гитхабе, если вы зайдете, вы видите. Говорят, что небольшое, он показывает, среднее. Соответственно, все issues, когда они были созданы, они как бы для нас равны. Но мы понимаем, что одни issues, они более важны для вас, а некоторые менее важны. Как вы можете влиять? Вы можете влиять вот такой штукой. социальное голосование, социальное инженерия в действии. Голосуйте, мы смотрим по фильтрам, за какие больше проголосовали. У нас есть митинги, где каждую неделю мы обсуждаем топ-20 issues и стоит ли брать или не стоит брать в т.е. мы хотим соединить таким образом, чтобы вы влияли на наш бутлог. Потому что очень долгое время бутлог формировался исключительно в продукт-оннеры, которые формировали его, ну, они его формировали. Соответственно, мы хотим, чтобы у комьюнити были реальные рычаги влияния на наш бутлог. Вот, в частности, этот рычаг влияния. Ну, опять же, один из слайдов на майнстейдже показывают лица этих людей, которые делают непосильный вклад в будущее Magento. Это отдельная команда, которая занимается непосредственно обработкой, работой с комьюнити, обработкой плоти-квестов и так далее. И что важно? Важно то, что в частности, что важно, наверное, для вас, ну, я так думаю, в том, что мы такие стали деанонимизировались, потому что очень долгое время для комьюнити Magento, Magento, она тоже было не очень много лиц, которые вы видели, с которыми мы могли общаться. Сейчас этих лиц гораздо больше и ну, как бы вы можете с ними общаться. Мы настолько решили пойти далеко в наших комьюнити-начинаниях, что мы подумали, что багов нам мало, ну, точнее, не то, что багов нам мало, багов нам нормально. Мы подумали, что мы можем расширить наше взаимодействие с сообществом, помимо того, что мы будем просто фиксить баги, а давайте запилим вместе проект. Ну, то есть, не какой-то там маленький проект на недельку поработать, а тот проект, который всегда был достаточно приоритетен для нас, ну, перед каждым релизом попадал в тройку самых приоритетных фич, которые стоило бы взять. Но у нас всегда не хватало ресурсов, потому что первые две съедали все. А он где-то был третьим. И мы такие подумали, а почему бы нет? Ну, давайте быть настолько амбициозными, насколько мы можем себе это представить. С одной стороны, у нас есть 200 тысяч программистов, с другой стороны, у нас есть люди, которые готовы делиться своими знаниями, у которых есть доменное знание, и у которых есть знание о том, как нужно программировать на Magento 2. Почему? Ну, то есть мы видим, что этот проект, кстати, Multisource Inventory, где мы говорим, что Magento начинает поддерживать много складов. И это как бы этот проект, опять же, эволюционного изменения каталога Inventory, и мы говорим, что каталог Inventory в том виде, в котором сейчас, он, ну, его можно улучшить, скажем так. И вот мы хотим поработать, ну, то есть мы не просто хотим, мы начали этот проект, и этот проект уже длится, наверное, почти 3 месяца. И это огромный проект, где люди участвуют со стороны предложения бизнес-требований, со стороны предложения фичей, со стороны разработки непосредственно. Вот. И он очень такой разорванный. То есть не то, что разорванный, ну, как бы, он не однодневный, мы будем еще заниматься достаточно долго, но у нас есть люди, у нас есть человек, например, у нас пару человек в Германии, которые были на самом первом contribution дней, вот они на протяжении трех месяцев с нами работают удаленно и продолжают поставлять код в виде плен-реклестов именно по этому проекту. гиджиром. Когда мы говорим, что мы открытые, мы делаем даже открытые доски комбановские, мы пишем открытые, вот я вам говорил про technical vision, наши дизайн-документы, мы их публикуем, вы можете кто угодно зайти посмотреть наши вики, почитать наши технические дизайны, предложить какие-то комментарии. То есть всю нашу изнанку, мы ее такие выкручиваем и говорим, гитхаб становится нашим source of trust. Не джира, и из джира мы как-то синхронизируемся и все тянем в гитхаб, а именно гитхаб. То есть гитхаб для нас основной документ, вернее, основная система, в которой мы работаем. Ну, опять же, свои Slack-ченнелы для коммуникации, общения, свои демо, которые мы проводим, демо открытые, опять же, вы можете прийти, или вы можете в симптом записываться, можете посмотреть существующие демо. То есть мы ведем абсолютно полную открытую работу. С этим демо приходит Product Owner, он тоже говорит. То есть вы увидите, как работает, например, процесс Magento. Люди, в частности, вот эти ребята участвовали в Contribution Дне в Лондоне, они сделали два pull-request на четверых, и люди, которые участвуют, люди, которые поставляют код, и одновременно они учатся программирования на Magento 2. Мы тоже учимся. Magento 2 опять же быстро изменяется, и даже пор-программисты, пор-архитекторы, они тоже адаптируются. И да, мораль. Закон Conway, я не успел сделать подводочку, у меня уже красный эти показывают. Структура программного продукта, который будет выпускаться компанией, непосредственно отражена в тех, в той коммуникации, которая происходит внутри этой компании. Это очень важно на самом деле, и это очень глубокие законы, и очень на самом деле видно, потому как, например, большие работают компании, которые выпускают, в частности, микросервисные системы, потому что они действительно разбивают команды таким образом, чтобы это соответствовало тем, какие микросервисы они выпускают. И в частности, вы, наверное, знаете, Magento найдется урана микросервисная архитектура. Мы как раз хотим очень сильно улучшить наш процесс коммуникации. И об этом был доклад наш, поэтому мой. Поэтому пишите нам, то есть мы как бы мы открыли дверь. И мы приглашаем. Им open source. Поэтому мы ждем, что вы будете не просто к нам приходить, как на подобные ивенты, хотя и на такие подобные ивенты мы ждем, что будет приходить, но мы ждем, что вы будете в более фигуральном смысле приходить к нам, приносить свои идеи, pull-requests, мы обязательно вас выслушаем, дадим оценку, поможем. И вот поможем вот как здесь на этом слайде. Это один из комьюнити-инженеров помогает представителю комьюнити. Спасибо, если у вас есть вопросы, я постараюсь. У нас буквально пару минуточек на вопросы, поэтому кто первый? Максим. Привет. Привет. Я с вами здесь. А, ты хотел сам этот слайд показать бассейном, да? Нет, вопрос. Спасибо большое за презентацию. Как я, как комьюнити, могу написать статью «Реально-возгазборка»? Это сложно. Ну, точнее. Ну, ты, кстати, на адвокс можешь написать. У нас на самом деле сложно. С деблогом, ну, то есть, вопрос по деблогу, он пока подразумевается таким, ну, в таком ракурсе, что пока туда пишем мы, и мы там получаем ответы. Потому что деблог, так или иначе, он больше как корпоративный блог сейчас выглядит. И я не знаю, останется ли он до конца корпоративным, потому что у нас уже было несколько дискуссий по поводу того, что разрешить писать другим людям. Но пока, наверное, ну, то есть, мы тебя в любом случае услышим, вот, и ты нам можешь сказать это, написав на блоге Максима Пронька, например, и дав нам ссылку. Но пока написал непосредственно на нашем блоге, ну, то есть, этот вопрос пока в обсуждении. У нас больше как раз основной вопрос, основная штука, которая это отдел маркетинга. Спасибо. Девят, еще вопросы. У меня, собственно, такой вопрос. Есть такие компании типа Кунчо или Мэйш-Клаза, которые публикуют практические, как бы, практические примеры best practices в Мадженте, потому что в самой Мадженте порой найти практический пример того или иного довольно сложно. Подразумевает, что в блоге или где-то еще будет что-то подобное? Хороший вопрос. Да, действительно, у Инчо крутой блог. Мне очень нравится. Одно время, на самом деле, Инчо блог, наверное, был чуть ли не единственным источником информации вообще Маджента, второй в частности. Мы хотим по поводу того, да, действительно, у нас есть проблема. То есть, мы зачастую говорим, что? Мы говорим, не копируйте код Маджента, второй. Потому что в некоторых модулях мы успели сделать ретерирую, сделать рефакторный, некоторых не успели, некоторые сделать частично. Поэтому вы не всегда знаете, какой код вы копируете. Тот, который уже Legacy или тот, который уже новый? Или тот, который еще Legacy или тот, который уже новый? В частности, как мы с этим решили бороться? Мы поняли, на самом деле, то есть, Маджента это Маджента вторая больше, чем полтора миллиона строк кода. То есть, размер проекта он не маленький абсолютно. Мы в какой-то момент решили очень много комментировать. То есть, одни из практик, в частности, Робертом Мартином освещается, говорится, что код лучше документации. Вообще, если мы пишем, мы работаем по Scrum, то код вообще лучше документации. В принципе, другой документации не нужно. Мы в какой-то момент решили, и мы на самом деле так действительно делали. у нас документации не было. В коде вообще не было. А методы, которые были документированы, в основном, это были какие-то стабы, которые IDN генерировало. Мы в какой-то момент поняли, что действительно из-за того, что мы не можем сказать даже сами, где модуль, который хороший уже, а где еще плохой, мы начали очень много комментировать. Действительно, мы сейчас пишем большие комментарии. В частности, буквально вчера заходил пул реквест по поводу Entity Manager, потому что у нас есть там две сущности, которыми может выполняться персистирование сущностей. То есть, есть Entity Manager, есть ресурсная модель. И как бы это конфьюзит людей, которые работают, какой более рекомендуемый способ, вот мы написали прямо в коде достаточно большой комментарий. Соответственно, у нас сейчас комментариев идет больше иногда, чем самого кода. и это, наверное, хорошо. Особенно вот именно на этом этапе нахождения системы, пока она еще мигрирует от Legacy к чему-то абсолютно новому, большое количество комментариев это хорошо. Но более система, этот вопрос мы хотим решить тем, что мы снова выкатим новые сэмпл-модуля. У нас уже были сэмпл-модуля, но они были очень простые и по большому счету с их помощью они мало кому помогали. Поэтому в какой-то момент мы перестали их поддерживать и в какой-то момент они просто умерли. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать написать какой-то типовый модуль, ну, какой-то вроде ньюзов, и показать, как используются разные практики на этом модуле, чтобы этот модуль был такой чисто модуль сэмпл. у нас есть даже человек, который написал это, но по которому этот модуль мы еще не опубликовали, Валера, вы Валера подними руку? это к этому человеку может зайти по поводу этого модуля спросить. То есть, мы хотим сделать sample-module, ну, такой тружный sample-module, не вот те sample-module, а вот новый, Magento 2 sample-module. Да, и, ну, опять же, лучше всего вы будете знать, если вы будете программировать с программистами Magento 2, например, на каком-нибудь проекте а-ля MSI. То есть, здесь это вам лучше всего поможет, потому что здесь у вас, ну, вы увидите то, как мы это делаем. Но, в целом, в образовательных целях у нас это будет sample-module. Я не скажу по срокам, когда мы его сделаем. Ну, вы знаете, мы вообще в Magento 2 не любим сроки. Ну, то есть, мы его сделаем. Ребята, последний, если можно, вопрос. Все остальные в режиме онлайн-а и нескольких. Игорь, спасибо. Вопрос по обучению. Вот, есть на сайте Magento обучалки планируются ли, как-то развиваются. без практики чуть шире, например, вебинары, может, буткемпы, курсы. Да. На самом деле, у нас уже выходят вебинары. То есть, на самом деле, месяц назад я делал вебинар по бакарском потебилоке. Ну, то есть, тут вопрос, опять же, он больше пиарился в самом твиттере. Ну, туда, по-моему, пришло человек семь-десять, что это такое. Сам Magento будет выпускать туториалы. Обычно по поводу туториалов сразу задают следующий вопрос попросить сертификацию. У нас мы уже официально сказали, что после релиза 2.2 мы будем делать сертификацию на Magento 2.2. Ну, точнее, не мы будем делать, а будет доступна сертификация. Поэтому, я думаю, что после релиза 2.2 туториалов, вебинаров сертификации будет сильно больше, чем было до этого. Поэтому, в частности, релиз 2.2 будет так или иначе стабилизационный, ну, то есть, он будет стабильный, ну, то есть, он совсем стабильный. Вот, и после этого мы уже начнем больше вкладывать в то, ну, Magento 2.2 будет больше вкладывать в то, чтобы выпускать сертификации вебинары обучения вебинары. То есть, Magento, ну, на самом деле, был уже альфа, альфа, при альфа-релиз нужна на 2.2, поэтому мы уже даже собираем какие-то early feedbacks, поэтому это все будет. Как-то так. Спасибо.